Добрый вечер! Сегодня в студии гостья, уже одно имя которой – культурный бренд страны. Выдающаяся пианистка, профессор, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области искусства, лауреат Государственной премии Мира и Прогресса, первого президента Ельбаса, 20 лет была ректором Казахской национальной консерватории. В одном человеке гармонично сошлись такие качества, как талант, одухотворенность, красота и невероятное трудолюбие. Наверняка же не я. Я, наверное, раздала сотни интервью о музыке, о своей деятельности, поэтому мне интересно поговорить с героиней, как с человеком широкого кругозора, высокого интеллекта, организатором образования, человеком, который может мыслить масштабно на государственном уровне. Итак, у меня в гостях Жанья Аубакирова. Добрый вечер, Жанья Ихляевна! Здравствуйте, Кульмира Кенжаблатна! Именно культура страны является главным выразителем философии, духовности, национальной самоидентичности, нации, народа. Что глобально можно было бы сделать для её развития? Например, нужна ли реформа в культурной сфере? И если да, то что и как можно было бы сделать для её развития, на ваш взгляд? Спасибо большое, Гульмира, за такие глобальные вопросы и за оценку моей личности. Мне кажется, что сфера культуры, так же, как и сфера образования, она в перманентных реформах. И, с другой стороны, мы всегда знаем и ощущали это и в образовании, в культуре, что она во всех обществах, не только в Казахстане, навсегда, но где-то по остаточному принципу. Навсегда, как бы считается, хорошо бы было образование, хорошо была бы культура, но есть первостепенные задачи. И поэтому пока, по-настоящему, вдруг Казахстан бы взялся по-настоящему за реформу серьёзную и взял бы, поставил первым приоритетом. Первым приоритетом культуру и образование. Но мы же понимаем, что у них такое мышление у нашего государства, что вот мы ничего не производим, мы не создаём там национальный валовый продукт. И в чём мерить культуру? Вот довольно часто к нам обращаются с такими требованиями, что, пожалуйста, количественно, каким образом выросла культура, каким образом там поднялся уровень образования. Есть самые разнообразные рейтинги. Ну, и что они дают? И всё равно по-настоящему невозможно измерить то, насколько вырос культурный уровень, насколько поднялся образование в стране, насколько поднялось. Я в своё время такую формулу вывела. Говорю, в граммах мерить культуру? Или в сантиметрах? Или в чём мерить? То есть в градусах, может быть, да? Потому что, мне кажется, ну, я, поскольку отношусь к этой сфере, я такая максималистка. Культуры никогда не бывало и не может быть много. Так же, как и образование. И поэтому в это надо вкладывать. Язык музыки, так же, как язык живописи, не имеет границ. И одинаково понятен во всём мире. Как вы думаете, нас вообще знают в мире? Ну, в данном случае я пока не принимаю во внимание феномен Димаша. Ну, и тоже вам, наверное, не нужно принимать во внимание сферу классической музыки, которую я представляю. Потому что это всё-таки, ну, очень узкий слой общества, который воспринимает классическую музыку, классическую культуру. Он действительно, численно он недостаточен. Ну, то есть узкий, там, 0,3% или сколько. Ну, очень маленький. Может быть, чуть больше. Но именно по этому слову измеряют развитость общества, цивилизованность этого общества. Да, да. Вот когда-то мне моя одна коллега сказала хорошую очень фразу. Если в государстве есть консерватория, если в стране есть консерватория, то это тогда уже не называется развивающаяся страна, это развитая страна. Три года назад была принята очень хорошая, замечательная государственная программа «Современная культура в глобальном мире». Она была рассчитана на три года. И как вы считаете, это достаточный срок? Почему-то я по вашему вопросу чувствую ваше такое некоторое ироническое. Ну, не то, что ироническое, не так вы поддерживаете развитие этой программы. Почему? Наоборот. Наоборот? Наоборот. Я очень её поддерживаю, я очень благодарна этой программе. Нет, качество этой программы. Благодаря именно этой программе, наш музей, мы сделали очень интересные выставки за рубежом. В Америке, в двух городах Турции, в Италии, в Венеции. И вот мне просто очень жаль, что этот год последний для этой программы. И мне кажется, что такая программа должна быть постоянной. Она не должна быть рассчитана на всего-навсего три года. Абсолютно точно. Вот мы говорим о духовных, шире о вечных ценностях. Каким образом их необходимо прививать людям? Молодёжи. И я думаю, начинать надо с малого, с культурой поведения в жизни, вообще в обществе. Наверное, вы помните, в советские времена когда-то существовал моральный кодекс строителя коммунизма. И вот, наверное, знаете, как это говорится, новая, хорошая, заботая, старая, может быть, нам нужен какой-то подобного плана этический свод поведения, культуры внедрять. Вот как прививать культуру, общую культуру людям, народу, молодёжи? Вы знаете, не хочу быть... Не хочу, чтобы нас с вами обвинили в том, что мы вот туда-назад смотрим, вот раньше было хорошо, и вот надо бы вспомнить старое. К сожалению, не войти в одну реку дважды. И мы знаем, что время очень сильно изменилось. И какие-то недостатки, с нашей точки зрения времени, они компенсируются такими достоинствами, которые для молодёжи, для строительства на общество. А вот хорошие какие-то примеры в видоизменённом виде использовать? Какие идеи использовать? Мне кажется, знаете, сейчас государство, я вот точно знаю, что очень большие усилия и средства вкладываются в социальное развитие общества. И тогда восстанавливаются клубы, музеи, финансируются самые разные кружки молодёжи. Даже вот, ну, я знаю какие-то такие примеры. В каких-то районах там заново учат Домбре бесплатно. Вот Аружан Сайн, например, она поднимала такой вопрос. И мне кажется, ей удаётся, потому что она нас приглашала, чтобы мы её поддержали, ей удаётся бюджеты культуры и образования Акиматов направить в ту сторону, чтобы давать детям возможность бесплатно обучаться музыке, живописи, заниматься в спортивных секциях. То есть что-то из советского времени начинает возвращаться как абсолютно необходимое. Но опять же тот же самый вопрос. Бесконечное какое-то вот оккультуривание населения. Я, правда, знаю, что в мире всё меньше и меньше требуется народу как производственников. И тогда государство думает, а зачем мы будем оккультуривать и образовывать? Они как бы уже на рынке труда не так важны. Вот это вот проблема мира. А вместе с тем, у нас в Казахстане, кажется, лучше, чем где-либо. Всё-таки социальные обязательства государства сейчас лучше, чем, например, несколько лет назад. Особенно, там, в 90-е годы. В принципе, мне кажется, наше государство понимает, что народ просто так оставлять нельзя. И на словах ничему не научишь. Только делом. Только правильными шагами, правильными действиями, какими-то конкретными победами молодёжи, детей, поддержкой там уязвимых слоёв населения. То есть только хорошими делами. И тогда и культура повышается, и осознанность, и какой-то такой этический кодекс появляется. То есть в том месте, где чисто и всё аккуратно, как-то сорить не хочется, да? Тогда, а в том месте, где развал полный, там хочется добавить и ещё больше сломать, да? Ну, есть такой феномен, да? Да, и всё-таки мне кажется, что нужен симбиоз. Нужно и воспитание детей ведь не только на примерах, и это очень важно, но и элементарные родители, школа именно объясняют, именно учат, именно не только визуально, но и словесно, через книги, через элементарные постулаты. Вот это хорошо, вот это плохо. Помните детские стишочки? Что такое хорошо, что такое плохо, Маяковский? То есть... А сейчас психологи Гульберочка говорят, что нет такого хорошего и плохого, да? И всё-таки базово детей надо же, им уже надо объяснять, какие-то ориентиры давать. Давайте поговорим о культурной ментальности. Я хочу сказать, вот ещё добавить к вашему вопросу, что вот в моей школе авторской 25 лет. И я помню поколение родителей, которые начинали отдавать детей, вот в те годы, в 94-м, и поколение сейчас, которое уже через 25 лет, вот уже поколение... Вот так вот вы разрезе можете сравнивать, да? Сменилось поколение, оно более образованное, оно более психологически грамотно, оно осознанно, оно больше внимания уделяет образованию детей именно в школьном возрасте. Раньше считалось главное, ну, успевает, накормлен, одет и всё. А сейчас множество самых разных, ну, не только кружков, вот разные, чтобы посмотреть, внимательно обратить внимание на личность ребёнка. Вот, и это меня обнадёживает, меня обнадёживает тем, что идёт, вот общество зрелеет, духовный рост налицо, но мне трудно судить, когда это одна школа только, я не знаю, как на самом деле, но мне кажется, везде. Очень большое сейчас волонтёрство, движение волонтёров, очень много благотворительности, которые не афишируют себя. Это всё говорит о том, что всё равно общество двигается, хотя мы с вами видим примеры иногда просто страшные, ошеломные, шокирующие. Ну, так. Да, наверное, не всегда и не всё бывает гладко. Но это не должно нас останавливать и смущать. Всё равно мы должны свою миссию нести в мир. Давайте поговорим о культурной ментальности. Как нам сделать её конкурентоспособной? У вас есть какой-то рецепт? О-хо-хо-хо! Юлимирочка, я всё думаю, когда вы перестанете такие сложнючие вопросы мне задавать, я ведь не культуролог. Я не культуролог, я такой действующий практически артист, ну и педагог. Культурная ментальность. Вы хотите сказать, что мы недостаточно современные? Или мы... Что имеете в виду? Поясните, культурная ментальность. В какую сторону мне отвечать? Ну, вот, допустим, кто-то ратует за то, что надо идти вперёд современно. С другой стороны, многие говорят, надо знать историю, надо знать древние. Там вот сейчас очень развито, очень сильно сейчас финансируются археологические раскопки. Да, это как бы очень здорово. Мы познаём свою древнюю историю. Мы наконец-то всему миру доказали, что мы являемся потомками саков. Греки назвали их скифами. Некоторые учёные так и говорят, скифосакская культура, да? Вот эта долина царей. И вот раз за разом вот эти археологические находки нам и всему миру показывают, что наша история началась не с 1917 года. В этом смысле кажется, что нам нужно всё. Поскольку это невозможно, поэтому так трудно. То в одну сторону, то в другую мы кидаемся. Иногда слишком в сторону прошлого, иногда хотим отрицать полностью прошлое. Ну, как всегда, должно быть гармонично и в балансе. И поскольку у нас довольно долгий период мы проживали статично, в статике, да, в каком-то таком застое, то сейчас всё активно развивается. Иногда на этом пути кто-то очень сильно торопится, кому-то хочется желаемое за действительное принятие, тогда бывают какие-то такие столкновения, мнения. И я за то, чтобы национальное, интернациональное как-то вот гармонировало друг с другом. Потому что я человек, который обращён, ну вот, ко всему миру. Мне очень важно, что я казашка, что у меня есть в душе казахская интонация, что у меня сейчас всё больше и больше казахского языка. И я хочу знать свою историю. Мне страшно, что мы до сих пор многого не знали. Но вместе с тем мир идёт вперёд. И достижения мировой цивилизации такие, что хочется к ним присоединиться именно к самым таким, которые на переднем краю. А не так... Вообще у нас у всех есть очень много амбициозности. Это, видимо, от Советского Союза досталось. Вот мы хотим быть первыми в мире. Нам вот наше достижение уже мало. Нам надо вот, чтобы вот супер... Вот чтобы все были как Димаш. Про Димаша, кстати, вот до того, как о нём заговорил весь мир, я ещё за три года или за четыре говорила. Ой, какое большое будущее этого парня. Ой, пусть его сбережёт. Вот видите, у вас было предвидение. Это ваш опыт, это ваш профессионализм. Потому что он уникальный парень. Да, а вы ещё удивляетесь, почему я вам задаю такие вопросы. А кому, как не вам? Сложные вопросы. Великий Абай переживал за судьбы народа. Он страдал от осознания несовершенства человеческой натуры. А вот скажите, что вам близко из творчества Абая? Ну, знаете, я не могу сказать, что я такой большой знаток. Вот когда сейчас был челлендж, мне так хотелось участвовать. Но я не такой специалист. Вообще, когда я читаю казахскую литературу по-настоящему, мне сложно, потому что я глубокий, литературный, такой вот богатый литературный язык не очень понимаю. Поэтому я знаю какие-то общие вещи. Конечно, путь Абая, это мухтар-вызов об Абайе, песни Абая, слова назидания. А так, ну, правда он всё говорит, жёстко говорит и неприятно так. И я знаю, что какая-то часть населения вдруг начинает в 21 веке обижаться Абая за правду, да? Это немножко смешно. Просто нет пределов совершенству. Иногда звучит такое мнение, что мы молодой народ. Ну, может быть, молодой в том смысле, что от намадовского стиля жизни перешли к оседлому. Я не знаю, почему мы молодые, почему мы иногда так друг с другом дружелюбные. Поэтому мы и себе, и другим, и всему миру доказываем, что на самом деле мы народ не молодой, и что у нас очень древняя история. А чего тогда мы так иногда... Потому что нас держали закрыто, наверное, может, поэтому. А, да? То есть нами управляли, а мы сами поддавались... И да, и мы не знали свою историю хорошо, свою национальную историю. Я служу по музею нашему. Когда было празднование 550-летия казахского ханства, и, соответственно, с этой программой нам нужно было сделать выставку, мы начали анализировать коллекцию музея. Мы увидели, что у нас есть много работ. Это пейзажи, натюрморты, это строители коммунизма, социализма, это герои метилеток, это было своей нецелины. Было всё, что угодно, кроме своей национальной истории. И так, в принципе, и сейчас, и до сих пор. Ну, тогда перейдём к следующему вопросу. А я ответила на ваш вопрос? Да, да, спасибо. Вы удовлетворены, Глеберочка. Да, это такая глубокая, большая тема, что мы можем с вами на этот вопрос отвечать долго, бесконечно. И это один из тех вопросов, которые из передачи в передачу качают, потому что мне хочется, чтобы об этом высказывали своё мнение разные интересные личности. И каждый из моих гостей вносит свою лифту, свой взгляд, своё мнение. И складывается такая общая картина. Мне хочется теперь перейти к более близким вам вопросам и спросить. Вот музыка, это ваше призвание, это ваша профессия, это любовь всей вашей жизни. А что вы любите из других видов искусства? Вот если бы я не была музыкантом, скорее всего, я была бы экономистом, как хотели мои родители, да, как мой папа хотел. Но вообще с детства я рисую. Я так любила рисовать. Вот я помню, мне подарили рулон. У меня тётя работала на кондитерской фабрике, и оттуда, видимо, ну, просто принесла рулон, стащила или как, принесла рулон бумаги, толстой. Это в те годы, 63-64 год, когда, наверное, с бумагой сложно было. В общем, для меня это был роскошный подарок, потому что я там начала рисовать фигурки женщин разных национальностей, причём я почему-то хотела. У меня там туркменский, там немецкий какие-то, вот почему-то я с этого начала. Потом я полюбила портреты. Я помню даже своего педагога московского я нарисовала по памяти, представляете? И показала ему, это было похоже. Он говорит, ну, надо же, по памяти. Так он, видимо, впечатлил меня вот своими первыми уроками. И у вас сохранились эти рисунки? Ничего не сохранилось. Ах, как жаль. Потом тоже у меня... Было бы интересно посмотреть. Потом у меня ещё вот это, что осталось как рудимент. Я всё время портила важные бумаги на столе. Раз, забудусь и чем-то нарисую там. А эта бумага официальная, её нельзя было портить. Ну, вот какие-то вот такие вещи. Я очень люблю рисовать, и мне кажется, это очень интересная сфера деятельности. Ну, то есть, до сих пор я всё равно могу нарисовать человека, костюм, как он сидит, в какой форме. То есть, мне это не трудно. Себя нарисовать могут. Вот. А что ещё бы я хотела? Ну, такая несбыточная мечта быть балериной. Это так смешно, потому что я всю жизнь... Вот я понимаю, что мечты, они такие осуществимые, основные. Но вот быть балериной, мне с моими габаритами... Ну, это красивая такая мечта детская. Очень хотелось. Мне так это нравилось, какие они... Как они ходят, какие-то движения. Это потрясающе. Значит, вы любите балет. Да. И вы любите живопись. Да. Ну, вот видите, как вы раскрываетесь со всех сторон. Но я ещё знаю, что у вас есть литературный дар. в прошлом году вы издали прекрасную книгу. Также в прошлом году должен был состоять... Нет, в этом году должен был состояться во Дворце Республики концерт Самгау. Но, к сожалению, из-за карантина не состоялся. Вообще, какие вы вынашиваете творческие планы? Чем вы порадуете своих поклонников? Ну, знаете, наконец я возвращаюсь по-настоящему к музыке. Сейчас у меня есть возможность заниматься и углубляться по-настоящему в то, что я в мою основную профессию пианистки. И я понимаю, что когда у тебя голова свободна от административных, общественных, педагогических забот, тогда ты можешь погрузиться в музыку по-настоящему. И могу сказать, что сейчас какой-то вот особенный период в жизни. Я вдруг, ну, когда я уже знаю технологические все проблемы, когда опыт есть жизненный, все, для меня произведения по-новому открываются. Другое дело вопрос концертов. Когда эти концерты? Это так страшно, потому что мы привыкли всегда, у нас дедлайн есть, мы готовимся к концертам, мы просто так играть как-то для себя не получается. А по-настоящему готовиться, это нужно рассчитать время, должна быть цель. Ну, конечно, и у меня уже есть 38 историй, потому что мне понравилось, издавать книжки, книги. И ведь это не первая моя книга. Я в свое время про консерваторию сделала, две книги, да, вот 60-летие и 70-летие, абсолютно разные. Я посвятила, сделала книгу воспоминаний о папе, о маме. Они у меня такие знаменитые. Им обоим есть именная аудитория, зал заседания имени Академика оба Кирова в казну, где они сколько лет работали, и мама именная аудитория профессора Маженовой. То есть мама стояла у истоков восточного факультета, а папа экономической школы Казахстана. И тогда вот я и про маму сделала книгу, я про мою учительницу сделала книгу, и потом в конце только я уже подумала, что надо бы сделать. Вот видите, как интересно. Мне знаете, что больше всего нравится? Айпад нравится. И вот так набирать и удалять, редактировать. Мне это очень нравится. Чисто механически. Это вот избитое клише, но оно так подходит. Говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Очень часто эту фразу повторяют, что я ее боюсь тоже воспроизводить, но в данном случае не удержалась. Еще есть клише, такая фраза, через тернии к звездам. Это мне так смешно всегда. КОНЕЦ 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 Ну, так оно и происходит в жизни. Ну, да. Ну, просто она такая вот штампованная уже фраза. И протоколоки тоже штампованы. Истины всегда старые, но, тем не менее, из-за этого они не становятся... Без смысла, да? Да, они всё равно так и остаются очень востребованными, истины остаются... Они вне времени. И я думаю, что я теперь задам вам свой нетленный вопрос. Вот мне так любопытно узнать, какое у вас есть любимое изречение. Может быть, вы его повторяете. Что я вам скажу? Ну, вот совершенно не связанная как с жизнью, а как-то вот эта фраза «Узрюли русские психоры душой исполненный полёт». Это вот мне один раз сказала моя учительница, когда надо было играть с Керца Шопена. Я думаю, ах, вот оно что! То есть мы вот, когда играем, это вот мы должны душой исполненный полёт исполнять. Знаете, когда вы спрашиваете про изречение, это что-то такое, которое, типа, путеводная звезда, что-то такое вот важное, да? Миллион таких изречений, и я не очень их сильно запоминаю. Это всё равно, что ты любишь из композиторов, что ты любишь из еды, там, или какие впечатления, какие страны, какие залы. Вот сегодня я посмотрела замечательный фильм про китайский город Шэньчжэнь. Я слышала, что там потрясающий конкурс пианистов проходит. А сейчас мне показали этот город. Это глазами американского журналиста. Какой город, какие там инновации, какие там суперсовременные, вот всё последнее, что существует. А там сейчас, возможно, все эти стартапы, все современные технологии. И последняя фраза этого фильма была такая, что, что вы хотите, какая ваша миссия? Вот вы работаете там 18 часов в сутки, и каждый день практически без выходных. Ну, вот руководитель какого-то, какой-то компании, которая внедряет всё время новое. Ну что ж, Женя Ихьяевна, спасибо вам за то, что вы нашли время. Пришли к нам в гости в студию телеканала Абай на передачу «Вечные ценности». Разрешите с вами завершить беседу и попрощаться с телезрителями. До свидания, уважаемые телезрители. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова